Всем привет! Здарова! Мы продолжаем строить болид Формулы-1. Да, работы по созданию кузова идут полным ходом, без остановки. И на данный момент мы занимаемся самой, наверное, нудной и кропотливой работой. Это вышлифовка и доводка всех нюансов и мелочей, а также проверка геометрии и симметрии кузова. К сожалению, каких-то глобальных изменений, которых вы от нас ждете, у нас нет. И поэтому мы предлагаем вам погрузиться в инженерию прогрессивной подвески. И первым элементом мы предлагаем разобрать амортизатор. Что такое амортизатор, я думаю, и так все знают. Но для понимания того, что мы собираемся здесь делать, позволю себе немного уделить времени, рассказав о принципе работы данного устройства. Двухтрубный амортизатор. Состоит из двух труб внешне, которые являются корпусом амортизатора. Внутренняя заполнена рабочей жидкостью, по которой перемещается поршень с клапанами. Данная конструкция применяется практически на всех гражданских автомобилях, однако в автоспорте применяется крайне редко. Основным недостатком данной конструкции является, что при интенсивной работе в данной полости газ и рабочая жидкость перемешиваются, образуя пену, которая препятствует охлаждению амортизатора. Перегретый амортизатор теряет свои характеристики и автомобиль становится менее управляемым. Второй недостаток, то что установка данного амортизатора может быть только колбой вниз, что пагубно сказывается на неподрессоренной массе. Гидравлические однотрубные амортизаторы представляют собой трубу, заполненную рабочей жидкостью, по которой перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объема рабочей жидкости, дно цилиндра заполняется газом и отделяют плавающим поршнем перегородкой. Давление газа составляет порядка 25 атмосфер. Данная конструкция практически является самой эффективной. Характеристики очень стабильны за счет того, что газ и рабочая жидкость отделены плавающим поршнем. Эффект вспенивания масла отсутствует полностью. И за счет того, что высокое давление газа, эффект кавитации не возникает даже при очень высоких нагрузках. Однако даже в этой конструкции есть свои минусы. И самый основной ее минус – при малейшем повреждении колбы амортизатор сразу же выходит из строя. Принцип работы этих двух типов амортизаторов в принципе схож. Он основан на дросселировании жидкости через клапаны, находящиеся в поршне. При перемещении поршня вверх или вниз жидкость из одной полости стремится переместиться в другую через специальные отверстия, находящиеся в поршне. И при этом перемещении она встречает сопротивление, которое создает пакет пластин. Отсюда мы и начинаем понимать, что жесткость амортизатора зависит от пропускной способности клапана поршня. И чтобы вам было более понятно, что мы собираемся сделать, нужно углубиться более подробно в устройство вот этого поршня-клапана. Итак, поршень-клапан состоит из самого поршня. Это цилиндрическое тело с отверстиями. Из набора пластин с различными прорезями, пазами, отверстиями. Это дроссельная система. И самый основной набор пластин – это регулировочная система. С помощью них и добиваются различной жесткости амортизаторы. У двухтрубного амортизатора функцию дросселирования еще исполняет и донный клапан. Но об этом можно поговорить чуть позже. Исходя из вышеперечисленного, мы можем предположить, что регулировку амортизатора по жесткости мы можем регулировать подбором регулировочных и дросселирующих шайб. Но для начала нам нужно выяснить, какие параметры нам нужно регулировать и вообще для чего нам это потребовалось. У амортизатора обычно регулируют четыре параметра. Первые два – это высокоскоростное сжатие, высокоскоростной отбой. Встречается это, когда мы наезжаем на крупные кочки, колмики, прыжки с трамплинчика. В общем, когда достаточно быстро перемещается поршень внутри колбы, скорость его должна составить более одного метра в секунду. Низкоскоростное сжатие и низкоскоростной отбой – это когда мы перемещаемся практически по ровной дороге с небольшими ямками, кочками. Скорость перемещения поршня в этом случае должна быть в районе от 0,1 до 0,3 метров в секунду. Для чего вообще нам потребовались регулировки амортизатора? Так как мы собираемся использовать амортизатор от обычного гражданского автомобиля, а его параметры были спроектированы совершенно под другие условия и массовые характеристики, без регулировок достойной работы подвески нам не достичь. Конечно же, процесс регулировки будет достаточно затруднительным, поскольку большинство амортизаторов вообще в принципе не разборные. И поэтому первым делом мы собираемся сделать амортизатор разборным. Мы уберем наружную колбу штатную и заместо нее изготовим новую колбу с возможностью полной разборки амортизатора. Поскольку амортизаторы у нас газонаполненные, то в нижней крышке мы сделаем канал для подкачки воздухом, ну, либо азотом. Вот такая программа минимум, которую мы собираемся сделать. Ну, а по максимуму нам хотелось бы сделать более глубокую доработку. Но для начала нам нужно разобраться, как воплощена в жизнь заводская система регулировки жесткости амортизатора. Чаще всего это выполнено следующим образом. У амортизатора есть шток. В нем делают сквозное отверстие. И еще одно отверстие перпендикулярно этому отверстию. Вот здесь у него где-то расположен поршень. Внутрь этого канала устанавливается жиклер и запорная игла, которые вот здесь сверху, вращая, мы можем открывать или перекрывать вот этот вот канал. Получается, что помимо основной дросселирующей системы, у нас появляется еще дополнительная, которая мы вот этой вот регулировкой можем перепускать жидкость из одной полости в другую. Достаточно удобная система, тем более, что чаще всего они шли еще с сервоприводами. Для регулировки амортизатора даже не надо было вставать с кресла. Как по моему мнению, у этой конструкции есть свой недостаток. Жесткость амортизатора будет одинаковая на всем участке хода подвески, что для наших условий не совсем, наверное, правильно. И мне бы хотелось бы, чтобы к тому моменту, когда подвеска у нас сжимается, либо разжимается до конца, она становилась более жесткой, а где-то по середине она была более мягкая. Как мы хотим достичь этого всего? Для начала вот мы имеем разборный амортизатор. Обычный двухтрубный разборный амортизатор. Первым делом нам нужно сделать максимально жестким донный клапан, либо вообще удалить его, поставив вместо него заглушку. Собрать наши баги, поставить на колеса и в статичном положении понять, где находится поршень в нашем цилиндре. От этого поршня мы добавляем расстояние и определяем, что это будет тот ход поршня, где будет у нас подвеска мягкая. Как она достигается? Мы сверлим отверстия в колбе и в диапазоне работы между этими отверстиями жидкость у нас начинает циркулировать не через основную дросселирующую систему, а именно через эти отверстия. Тем самым создается очень мягкий ход амортизатора. Это полезно, когда мы едем, грубо говоря, по какой-то стиральной доске, по мелким качкарям до достаточно большой скорости. На мягкой подвеске это достаточно комфортнее ехать. Но когда мы влетаем в какую-то кочку, бугорок, наша подвеска начинает складываться, поршень перекрывает это отверстие и начинает сжимать вот эту жидкость, которая находится здесь. Ей деваться некуда, она начинает перемещаться через основную дросселирующую систему, которая будет настроена именно под определенную жесткость, которая нам нужна. Подвеска сжалась, и чтобы не произошел отстрел в обратную сторону, точно так же через другую дросселирующую систему с обратным ходом происходит мягкое отпускание до того момента, пока отверстие не откроется. Но в этой конструкции есть один маленький нюанс. У двухтрубного амортизатора жидкость заполнена, грубо говоря, здесь наполовину. Все остальное здесь газ. И, соответственно, стакан у нас будет завоздушен все время. И чтобы вообще вся эта система работала, придется вот в этот штуцер подкачки, который мы заранее изготовили, мы подключаем сюда шланг и дополнительный бачок с плавающим поршнем. Нам придется заполнить полностью весь этот объем маслом и подкачать сюда либо воздухом, либо азотом. И вот мы получаем, в принципе, однотрубный амортизатор, созданный из двухтрубного, у которого есть практически все плюсы, которые имеет однотрубный амортизатор. Такая вот идейка, как она вам, все ли было понятно или нет, пишите в комментариях. Ну, а мы начинаем воплощать все это в жизнь.